Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я повзяться в великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 2 декабря, понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Второго Послания апостола Павла к фессалоникийцам, глава 1, первые 10 стихов. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Павел и Силуан и Тимофей, Фессалоникской Церкви в Боге Отце Нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в Церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он прийдет прославиться во святых своих и явиться дивным в день Он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам отрывок из Второго Послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Мы уже прочитали с вами первое послание, и вот подобрались ко второму. Сегодня довольно-таки большой отрывок в 10 стихов, но суть его практически одна. О чем, в каком положении, вернее, находились фессалоникийцы. Мы знаем, что в Фессалоникийце апостол Павел отправился после Филипп, город Филиппы, где он подвергся гонениям и вынужден был перейти в Фессалоники, где тоже со временем подвергся гонениям, но проповедь его там была более удачна, чем в Филиппах. И фессалоникейцы, очевидно, очень строго подходили к себе, разбирали свой опыт в жизни во Христе и, конечно же, довольно-таки строго подходили к анализу самих себя. И апостол Павел здесь, как мы видим, ободряет их. В приветственном слове, не только апостол Павел, но здесь мы видим, что, опять же-таки, как и первое послание, так и второе послание пишут коллектив авторов. Это и Павел, и Силуан, и Тимофей. Итак, они вместе ободряют фессалоникийцев. Это очень важное качество пастырей. Не только критиковать, потому что праведный гнев всегда есть, и ему всегда можно дать волю, но приведет ли это к действительно воодушевлению человека, особенно человека совестливого, ответственного, который понимает, что он находится в трудном положении, и ему нужна поддержка. Его нужна не критика, а именно разумная похвала, которая и представлена в данном отрывке. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас. Итак, фессалоникийцы находятся в трудном положении. Апостол Павел писал об этом, что и другим церквям он приводит опыт фессалоникийцев в назидание, и как пример, как эталон борьбы с искушениями, как внешними, так и внутренними. У каждого христианина есть внутренние искушения, борьба, укрепление, преодолев которую и достойно претерпев это искушение, выходя из него, человек приобретает духовную зрелость. Как есть внутренние искушения, искушения веры, так есть и внешние искушения от внешних людей, нападки, насмешки, угрозы и так далее. И вот фессалоникийцы находились вот между этих двух огней, искушения внешних и внутренних, и искушения довольно-таки серьезных. И вот апостол Павел ободряет их. Он говорит, мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша. Действительно, в трудную минуту внутренних борений и сомнений апостол Павел говорит о том, что вы растете. Этот кризис, этот момент напряженного состояния, это момент роста. И возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Действительно, в трудных испытаниях, когда человек в полноценной личности, когда он борется со своими комплексами, со своими страхами, искушениями, действительно, у него хватает сил, возможностей проявлять любовь к другому. Когда человек страдает и правильно воспринимает свои скорби, он понимает скорбь и другого человека, и учится ему сострадать. И это у него получается, как пишет апостол Павел, и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих, «Терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Итак, он говорит о том, что они являются образцом, они являются неким эталоном. И это придаст силу человеку, быть может, уже несколько уставшему и на длинной марафонской дистанции задумывающемуся, а вообще зачем я это делаю. И апостол Павел их приободряет. Он дает им глоток свежего воздуха, новых сил, для того, чтобы претерпевать все то, что они претерпевают. И это ровно столько, сколько нужно было им, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы удостоиться вам Царствия Божия, для которого вы и страдаете. И так апостол Павел плавно переходит от похвалы к тому результату, к чему они стремятся. Часто у апостола Павла произникает в послании к Коринфянам образ, спортсмена, который бежит, чтобы получить венец тленный, а мы же, христиане, бежим и преодолеваем этот марафон нашей жизни, чтобы получить венец нетленный. И об этом пишет апостол Павел, ободряя фессалоникийцев. «Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадуя вместе с нами. Явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его». Далее в 10 стихе сказано, что фессалоникийцы и все верные христиане являются славой Господа. Действительно, сам Господь своей благодатью и делом своего спасения, рода человеческого, даровал нам эту славу Божию, даровал нам эту возможность быть, предстоять пред лицем Божиим, быть соучастником внутритроического общения, быть соучастником жизни Святой Троицы через таинство, через молитву, через церковную жизнь. В то же время здесь, на земле, Христос, слава Христа зависит от нас. Именно мы, преисполняясь благодатью Божией и совершенствуясь в деле нашего спасения, в духовной жизни, мы обретаем славу Божию. И в этом смысле мы сами являемся той славой, которую имеет на земле Христос. Это мы продолжение дела Христова, мы члены тела Его, и в нас необходимым образом прославляется Господь. Мы являемся Его славой. От этого мы должны тщательнее и бережнее относиться к своей духовной жизни. Мы не принадлежим себе, но Господу, но и Господь отдал себя нам в добровольном служении в смерти на кресте, за которым все же последовало и светлое Христово воскресенье. Итак, дорогие братья и сестры, приободримся, не будем унывать и скорбеть. Будем молиться Господу и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok